Иванову есть чем гордиться. В этом на все сто уверены организаторы фестиваля современного искусства «Первая фабрика авангарда», который пройдет в городе с 21 по 23 сентября. Подготовка к масштабному событию идет уже сейчас. Прикоснуться к авангардному искусству гости смогут сразу на девяти площадках. В их числе драматический театр, музыкальное и художественное училище, музей и картинные галереи, а также пространство «Нимлофт». Мы постараемся максимально задействовать все доступные выставочные площадки города, вынести ряд событий на открытые места. И если получится, там видео показывать на открытой площадке, перформансов несколько, уличный театр тоже будет, но особенно на открытие. И в качестве сценических площадок будет задействован и фтекс, и театральный комплекс. «Первая фабрика авангарда» — совместный проект искусствоведов, фотографов, дизайнеров, хореографов. Гости смогут посетить выставки авангардных художников, познакомиться с искусством фотографии. В программе фестиваля интересные лекции не только от ивановских, но и от столичных знатоков моды, живописи, архитектуры. У нас есть что показать. И вот то, что нам есть показать, мы хотим раскрутить, будем так говорить, развернуть и для наших жителей, и для тех, кто приедет. Это, конечно же, 20-е и 30-е годы минувшего века, это современное искусство, это мода и дизайн, это конструктивизм в архитектуре. Дарья Растунина курирует направление «Мода и дизайн». На фестивале представят коллекцию работ Натальи Мизоновой и ее учеников. В текстильный край приедут художники по костюмам, а также молодой дизайнер Роман Уваров. Его линию одежды и аксессуаров высоко отметили на московской неделе моды. Это новый современный дизайнер, который совершенно авангарден и интересен, именно как молодой начинающий специалист. И он расскажет о своем опыте создания бренда, о продвижении, маркетинге, о том, как он это все делает, как ему удалось добиться такого успеха. Организаторы рассчитывают, что первая фабрика «Авангарда» станет визитной карточкой города. Ивановцы смогут по-новому взглянуть на малую родину, а творческая молодежь получит еще одну площадку для самовыражения.